Танковый биатлон Сборную команду Казахстана, которая будет представлять наши вооруженные силы на международных армейских играх этого года, расскажем в программе. Танковый биатлон Сборная команда Казахстана с самого начала участвовала в этом соревновании ежегодно. И год нынешний не стал исключением. На полигоне Матабулак в Жамбулской области уже более четырех месяцев идет подготовка и отбор в сборную. Сборная команда Казахстана В феврале этого года на полигон для окончательного отбора в сборную команду прибыли восемь сильнейших экипажей из всех региональных командований. Стояла цель отобрать четыре лучших экипажа, которые будут защищать честь нашей страны. Слабых среди прибывших не было. И каждый военнослужащий был готов доказать свое право выступить на этом престижном конкурсе. Сперва были проведены отборочные этапы. Среди каждых региональных командований я отобрался среди десанта штаммовых войск и сюда прибыл. С февраля месяца здесь занимаемся, уже четвертый месяц как занимаемся здесь. В начале было восемь экипажей, потом в первом этапе, потом отобрали из восьми семь экипажей, далее шесть. А сейчас в данный момент находимся пять экипажей в отборочном этапе. Команда Казахстана в первый же год проведения танкового биатлона заняла высокое второе место. С каждым годом количество участников увеличивалось. Были потом и третье, и четвертое места. В 2017 и 2018 годах наша команда становилась серебряным призером, уступив только хозяевам соревнований команде России. В прошлом году количество стран-участник конкурса достигло 23. Военнослужащие Казахстана тогда заняли почетное третье место, пропустив вперед только команды из России и Беларуси. Считая за этим годом, за восьмой год, Казахстан будет участвовать на танковом биатлоне. Это упорный труд и подготовка личного состава, рвение, долг перед Родиной и быть лучшими во всех мероприятиях, не хуже остальных стран. Сплоченность, умение действовать синхронно, не допуская ошибок и не теряет драгоценного времени. Все это и многое другое отрабатывается кандидатами в сборную во время долгих и упорных тренировок. За четыре месяца мы как экипажи, как одна семья стали, получается, экипажи с разных региональных команд. Мы стремимся попасть в команду сборного танкового биатлона, чтобы защитить свою родину в международных армейских играх. Участниками конкурса будет четыре экипажа. В данный момент сейчас находятся пять экипажов. У нас отборочный этап. Второй этап заканчивается. Участники конкурса будут соревноваться в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на танках Т-72Б3. У совершенствованной модификации 72-й модели, которая успешно показала себя во время войны в Афганистане. Танк Т-72Б3 предназначен для выполнения различных боевых операций. Это и ликвидация бронированной техники противника, уничтожение личного вражеского состава, разрушение различного типа укреплений и огневых точек, сопровождение и поддержка сухопутных войск при наступлении и в обороне. Погодные условия и время суток не влияют на успешное выполнение поставленных задач. Тип брони обеспечивает надежную защиту экипажа от большинства бронебойных и подкалиберных снарядов, а также от всех видов бронебойных пуль. Ну, я штатное место свое занимаю. Включаю прицел свой 1А40 ТПДК. После этого, когда загружаем три боеприпаса, заряжаю все стволы снарядов. После этого включаем дальномер, замеряем дальность до него. Уже смотрим по прицелу, по правке, скорость ветра. Когда мишень поражена 100%, плюс же экипажу по времени. Непростая задача стоит перед офицерами, которые занимаются подготовкой команды к соревнованиям. Подобрать экипажа нужно таким образом, чтобы один понимал другого не просто с полуслова, а с полузгляда или полужеста. Поэтому тренировки не прекращаются и после того, как глушится двигатель танка. И в свободное время члены экипажа продолжают общаться, обсуждать вопросы, сближаясь и становясь единым организмом. Мы индивидуальный подход делаем, соответственно, и командиром, и наводчиками, и механиками. На данный момент у нас чисто с одной части нет у нас экипажей, они у нас разбросаны по экипажам. То есть вникаем, кто кому подходит, кто как понимает друг друга, соответственно, и у нас получилась сборная экипажей. Объявленное в марте в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса совпало с перерывом между двумя этапами подготовки и помешало участникам отбора съездить домой, навестить свои семьи. Но военнослужащие и люди дисциплинированы. Все кандидаты в сборную Казахстана настроены на победу. Вранья крепка и танки наши быстрые. Вранья крепка и танки наши быстрые. Сейчас подобранные, нормальные, подготовленные, рвутся в бой. Естественно, любой человек, любой военнослужащий мечтает о призовых местах. Естественно, мы будем бороться и будем навязывать борьбу за призовые места. Армий – это своеобразная олимпиада среди военных. Только армейские игры, в отличие от спортивных, проводятся ежегодно. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...